Всем привет! Сегодня на обзоре крутая, карманная, портативная ретро-консоль Mio Mini Plus. Мы её распакуем, запустим пару игр и посмотрим, как работает мультиплеер. Естественно, при наличии двух консолей, а они у нас есть. А вы на канале Домашний Обзор. И мы начинаем. Пока все спорят, что лучше Nintendo Switch или Steam Deck, настоящие олдскульщики помнят, что для комфортной игры нужна была консоль, свободный телевизор и картридж. И об этом сегодня пойдёт речь. А если, услышав слова Dendy, Sega и PlayStation 1, на тебя нахлынула ностальгия, то этот обзор точно для тебя, так как речь пойдёт именно о ретро-консоли, которая способна запускать игры, начиная с Dendy или NES до PlayStation 1 включительно. А теперь давайте распакуем Mio Mini Plus. Да, мы уже открыли коробку. Коробка, кстати, качественная. Внутри лежит инструкция. Сама консоль завёрнута в полиэтилен. Под ней у нас лежит защитное стекло, две салфетки, USB кабель и картридер. Представьте, USB картридер. Производитель позаботился о том, чтобы ты купил просто флешку, вставил её в картридер, скачал необходимые игры и играл. Да, всё так просто. Скачиваешь необходимые игры и играешь. Игры, кстати, скачиваешь на халяву. Я думаю, для любителей халявы это прямо идеальная консоль. Особенно в свете того, что Nintendo это очень дорогая консоль, Steam Deck очень сложная консоль. И вообще это, в принципе, не консоль. Выпуск будет сверху, можете побомбить там. Но это для желающих прямо подгореть. У нас здесь нормальный обзор будет, поэтому подгореть здесь не получится. И мы продолжаем. На самом деле, это карманная консоль, которую просто положил в карман, достал где-нибудь в метро, в поезде, в машине, поиграл и положил обратно. Здесь встроенный аккумулятор, который можно заменить. И это, в принципе, круто. Можно взять два аккумулятора и менять их, если один сядет. Его хватает примерно на 5 часов. Сборка здесь качественная. Ничего не гремит, не скрипит, все отлично нажимается. Снизу у нас есть слот под карту памяти. Разъем для зарядки, Type-C. И разъем для наушников. А сверху располагается кнопка включения со светодиодами. Консоль, в принципе, удобно лежит в руках, но для кого-то может показаться слишком маленькой. Хотя это увеличенная версия. До задних клавиш дотянуться никакой проблемы не составляет. Хват я бы, конечно, не назвал суперудобным, но давайте учитывать, что это карманная консоль и другого ухвата здесь быть не может. А сейчас мы ее включаем. Видим, что загорается светодиод и консоль включается. И пока она включается, я скажу, что все игры я качал через 4PDA. Там есть ссылки с архивами на огромное количество игр. Можно забить флешку на 64 гигабайта вообще спокойно. И мы переходим к интерфейсу данной консоли. Интерфейс понятный, интуитивный, с очень большими значками. В меню настроек тоже сложно заблудиться. Здесь все подписано, есть значки. Да, подписано только на английском, русского языка нет, но об этом мы поговорим попозже. И мы видим Wi-Fi. Как вы думаете, зачем здесь Wi-Fi, если мы не можем скачивать игры? А все просто. Если у вас есть вторая такая же консоль, вы можете подключиться по Wi-Fi и играть в одной сети, вдвоем в одну игру. Да, это настоящий мультиплеер с двух консолей. А в этом пункте меню вы можете подогнать яркость, насыщенность, оттенок и контраст экрана под себя. А теперь посмотрим, какие языки доступны. Английский, испанский, португальский и языки с иероглифем, которые, к сожалению, не могу прочитать. Русского, конечно, здесь нет. Здесь мы можем переназначить клавиши. И я уже все сбил. Потому что назначение клавиш начинается с самой первой клавиши, как только вы заходите в пункт этого меню. Поэтому назначим их по новой. И это, в принципе, нетрудно. Да там все клавиши, в принципе, стрелочками указаны, кроме задних. Но там интуитивно понятно, что верхняя это дальняя, а нижняя это ближняя. А чтобы сохранить настройки, надо просто выйти, нажав кнопку меню. Это вот, да, вот эта вот средняя кнопочка, кругленькая. Нажимаете и выходите. И все сохраняется. Далее у нас есть громкость. Мы можем увеличить и уменьшить из меню так и боковыми кнопками. И темы. Их в интернете очень много. Вы можете выбрать любую тему под себя. Комьюнити у МИИР очень большое. Там и кастомные прошивки, и кастомные темы, и кастомные обложки. В общем, можете окунуться в этот мир с головой. А вот с этого места поподробнее. Если вам лень заходить на 4PDA, то просто поверьте, вам нужно туда зайти. Как минимум, чтобы скачать OnionS, и чтобы русский язык у вас был с коробки. Ну и как минимум, вы получите возможность разогнать данную консоль. Правда, зачем? Но многие этим заморачиваются. 4PDA, Reddit. Забиваете MIU Mini. Просто MIU Mini. И всё. С этого момента начинается пердолинг. Для кого-то это покажется легко. Для кого-то это покажется непостижимым. И вы установите стоковую прошивку. А теперь пора возвращаться к стоковой теме. И смотреть, что у нас дальше по настройкам. Так как там осталось всего несколько пунктов. А тема меняется очень легко. Нажимаете темы, дефолт, и всё. Дальше у нас есть гибернация. Это сон. 5 минут, 15 минут или 30 минут. Поставим никогда. И он у нас не будет засыпать. Аудиофикс. Я не знаю, что это такое. Возможно, какой-то фикс динамика. Сброс на заводские настройки. И информация об устройстве. Здесь вы можете посмотреть краткую информацию о своём устройстве. И версию прошивки. А дальше у нас идёт тест органов правления. Просто запускаете тест. Нажимаете на все клавиши. И смотрите. Загораются они или нет. Чтобы выйти, нужно нажать сочетание клавиш. Меню. Плюс А. А теперь давайте посмотрим, какие приложения есть в стоке. Это файловый менеджер и приложение RetroArch. И давайте сначала запустим его, так как им вы будете пользоваться постоянно. Для того, чтобы перезапустить игру, выйти из игры. Либо поиграть по сети, если у вас есть две консоли. Но подробнее я расскажу позже. А файловый менеджер здесь вполне стандартный. Он напоминает Total Commander. Здесь можно переименовывать файлы. Удалять и переносить папки. И это будет актуально, если вы собираетесь удалить какую-нибудь игру. Либо перенести обложку. Но не более. А теперь мы переходим к основной функции данной консоли. Это запуск игр. Здесь есть две вкладки. Игры и закладки. Запускаем игры. И видим кучу вкладок с кучей консолей. Игры которых мы можем запускать на данной маленькой консоли. Давайте выберем, например, аркады. Но там ничего не будет, так как игры я туда не закачивал. Зато Game Boy Advanced имеет 950 игр с обложками. И обложки вы можете устанавливать кастомные. На свой вкус и цвет. А давайте теперь проверим, как работают игры от Mega Drive. Ну или всем известной Sega. И проверять, конечно, будем на культовом Mortal Kombat 3. Это же одна из лучших игр. В которую только лениво не играл. Все помнят перед собой книжечку с чит-кодами. Где можно было активировать Матару и Шаокана. Включить Фаталити. И здесь вам эта книжечка может пригодиться опять спустя 23-25 лет. А теперь давайте посмотрим. Игра у меня русифицирована. Здесь можно сохранять игру, загружать игру. Чего было нельзя сделать Sega и Dendy. А теперь мы поговорим про нативное меню. Которое является частью приложения RetroArch. И как вы видите, функционал здесь просто огромный. Вы можете делать что угодно. И на самом деле я сам до конца в этом не разобрался. Так как Overlay это не те Overlay, которые показывают загруженность вашей системы. Это типа накладка на картинку, которые делают её более ретро. Небольшие полосы и так далее, которые можно отключить. А вот Turbo в принципе довольно понятная функция. Это спам одной кнопки. Но здесь три режима Turbo. И в принципе из всей массы настроек вас будет интересовать только NetPlay, чтобы играть с друзьями по сети. Если у них есть такая же консоль. И рестарт. Так как при выключении игры вы её начнёте ровно с того места, на котором вы её выключили. И чтобы начать заново, надо будет её перезапустить. Ну а особо искушённые могут повозиться со всеми настройками, которые здесь есть. А мы начинаем тестить Mortal Kombat. Я возьму моего любимого перса. Это Сектора. И я уверен, что здесь боты намного жёстче, чем во всяких МК-9, 10, 11 и в новой Mortal Kombat 1. Так как в то время был только хардкор. И стрички это помнят. Как жёстко было играть даже на лёгких ботах. На самом деле боты здесь адекватные. Да, конечно, они сложнее, чем в новых Mortal Kombat, но можно выиграть. И можно пройти эти башни. Главное вспомнить 25 лет назад, какие кнопки ты нажимала. И кстати, вы же заметили, что здесь есть русский язык. Я на всякий случай оставлю ссылку в описании, где я их скачал. Качал я их, опять же, с 4PDA. Там энтузиасты выкладывают целые 10, 20, 30, 40, 50, 60 гигабайтные архивы с играми. Которые можно скачать, переместить на SD-карту и наслаждаться игрой. Ну а здесь я, конечно, проигрываю. И Sony проводит своё фаталити на этой арене. И Сектора переезжает поезд. А теперь давайте запустим ещё одну игру. И это, наверное, больше моё вспоминание с детства. Это утиные истории на Денде. Это одна из самых крутых игр. Раньше нельзя было сохраняться, и нужно было проходить эту игру за один раз. И здесь 5 локаций. Пройти 5 локаций на одном телевизоре, пока родители на работе, это нереально. Её можно было проходить годами. Так как все 5 локаций с тремя жизнями, которые, конечно, можно докупать, пройти за один раз нереально. Учитывая, что игрового времени у тебя буквально час-два. Поэтому приходилось читать всегда всё заново. И эту игру я знаю наизусть. Я могу её пройти спокойно за несколько часов без всяких проблем. И советую поиграть в неё, если вы не играли в утиные истории. Игра очень интересная и увлекательная. Это вторая часть. Первая часть по мне была немного недоделанная, но здесь всё идеально. Если у вас был Дэнди, и вы не играли в эту игру, настоятельно рекомендую. Не упустить этот шанс и поиграть в эту игру на данной консоли. Я уверен, вам понравится. Тем более, пройти вы её сможете очень быстро. Учитывая, сколько часов нужно затратить на прохождение по меркам современных игр, это примерно одна миссия в какой-нибудь ААА игре. И, конечно, вам никто не мешает сохраниться и продолжить проходить эту игру потом. А теперь давайте рассмотрим, как играть вдвоём на двух консолях. Для начала вам нужно подключить обе консоли к одной Wi-Fi сети. Делается это из настроек. Далее заходим в приложение RetroArch. Выбираем вкладку NetPlay. И та консоль, которая будет хостовать, нажимает вкладку Host и Start NetPlay Host. Вторая консоль, в моём случае бежевая, будет клиентом. И она будет присоединяться к хосту. То есть основной консолью будет чёрная. Алгоритм максимально простой. После этого выходим из приложения RetroArch. И запускаем ту игру, в которую вы хотите поиграть вдвоём. Хорошо, что в то время во все игры можно было поиграть вдвоём. Редко была игра на одного человека. Хотя я могу ошибаться. Но в основном все игры, которые я помню, были на двоих. И как вы успели заметить, на бежевой консоли я ищу игру с помощью поиска. Так как пролистывать 1218 игр не очень интересно. И как вы можете видеть, поиск здесь работает отлично. И никакой проблемы не составляет найти ту или иную игру. А теперь давайте посмотрим, как работает NetPlay. Для начала пропускаем заставку нажатием кнопки Start. Потом берём ту консоль, которая является клиентом. Нажимаем кнопку Menu, NetPlay и находим хоста. Вот он. Local, Mii Player и IPшник. Удостоверили, что это ваша вторая консоль. Нажали кнопочку A. Показала на вашей консоли, что вы присоединились. На второй консоли, что к ней присоединились. И всё, вы можете начать играть вдвоём. Нажимаем Select с основной консоли. Видим, что задержки нет в принципе никакой. И это очень круто, как будто вы играете на одном телевизоре или с одного экрана. Но тем не менее, каждый с своей консоли. Теперь запускаем игру и смотрим. Задержка отсутствует. И геймплей будет очень приятным. Можно посмотреть, как двигаются черепашки с обоих консолей. Вы нажимаете кнопку, и одновременно движение происходит на двух экранах. Конечно, другие игры тоже поддерживают NetPlay. Допустим, Contra и многие другие. Это лишь пара примеров, как запустить NetPlay. Так как ничего сложного в этом нет. Единственная проблема может возникнуть в поиске Wi-Fi сети. Например, на улице. Но я думаю, можно раздать её через телефон и попробовать запустить NetPlay. Хотя я так делать не пробовал. Но думаю, должно сработать. Сеть же будет одна. Так или иначе, на других ретро-консолях я ещё такого не видел. Поэтому определённо ставим плюс ми и мини плюс за эту возможность. А теперь пора выключить обе консоли и подвести итоги. Которые будут очень короткими. Эта консоль одна из лучших в данном сегменте. В сегменте карманных портативных консолей, запускающих ретро-игры. Её можно положить в карман. Она небольшого размера. И есть версия ещё меньше, чем эта. Что может быть лучше для портативного ретро-гейминга? Конечно, цена некоторых может шокировать. Это без малого 7000 рублей. И для тех, кто считает, что это дорого, есть китайские клоны от компании Anbernic. Это Anbernic RG35XX. Это близнец ми и мини плюс. И он очень интересен тем, что он мощнее и чуть-чуть больше и удобнее лежит в руке. И естественно, обзор уже в монтаже и скоро выйдет. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк, жмите колокольчик и делайте правильный выбор. С вами был Домашний Обзор. Пока.